Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством интересных людей, художников. Готч, Томас Купер. Томас Купер Готч, английский художник, пост-импрессионист, символист и прерафаэлит, известный представитель Ньюлинской школы Живеси. Я цитирую Википедию. Родился в зажиточной семье. После окончания школы некоторое время работал в бубном магазине своего отца. В 1876 году поступает в художественную школу Хертерли. В 1877 учится уже в Королевской академии изящных искусств в Антверпене, а в 1878 лондонской школе изящных искусств Слейт, где знакомится с художником Генри Скоттом Туком, ставшим на всю жизнь другом Готча, а также своей будущей женой Киролайн и Этис. В 1881 году Томас Киролайн встречается уже в церкви Святого Петра в городе Ньюлин, в Корноуле. Переезжает в Париж, поступает там в Академию Жулиана. В 1882 году в Париже у Готча рождается дочь. Вскоре после этого они уезжают в Австралию и некоторое время живут в Мельбурне. По возвращении в Англию Готч выступает против консервативных традиций Королевской академии художеств и в 1885 году вместе с Джоном Саджентом Форбсом и Фрэнком Брэмли участвует в создании нового английского художественного клуба. В 1891-1892 годах художник с женой совершает длительную поездку во Флоренцию. Это пребывание на родине искусства ренессанса сильно повлияло на творческое воззрение Готча и ориентировало его в направлении живописи прерафаэлитов, а также символизма и романтизма. На рубеже 19-20 веков Готч становится одним из самых известных художников Англии. Его полотна приобретаются многими музеями и галереями. Художник пишет портреты, пейзажи, иллюстрирует книги. В 1911 году в состоялась ретроспективная выставка работ Готча. В 1920-1930 годах он в своем творчестве все чаще возвращается к реалистической живописи. Умер Готч 1 мая 1931 года в возрасте 76 лет. Ну вот так вкратце о художнике. О художнике из Англии, пост импрессионисте, символисте и прерафаэлите, известным представителем Ньюлинской школы живописи. Томас Купер Готч. Так его звали. Пока-пока. До свидания.